И вот мы всегда должны, когда мы говорим о церкви, мы всегда должны взирать на первую церковь, на апостолов, на тех учеников, которые были исполнены Святого Духа. Если мы согласимся, что возможно евангелизировать вот это поколение, в котором мы живём, мы согласимся. И если мы согласимся или предположим, что мы можем приобрести этих людей для Христа, то нам нужно очень тщательно исследовать, в чём же различие между той церковью первой и нами сейчас. В этом есть разница. То есть Иисус дал нам Духа Святого, и ещё Он дал нам Писание. Писание о тех, в которых Он первый вошёл и через которых начал действовать. И когда мы это читаем, когда мы видим, вот из книги «Деяния апостолов», мы видим живую демонстрацию того, что Христос может совершить через нас. Поэтому наш взгляд всегда должен быть на первую церковь. Но сегодня мы можем увидеть, что церковь в большинстве своём, она не является той церковью, которая была сотворена Богом, образовалась в 50-е. То есть мы пытаемся брать какие-то идеи, иногда эти идеи даже из мира, и пытаемся их в церкви совершить. Но церковь – это Божий инструмент, она сотворена Богом. И первая церковь, она дана нам как образец, то есть Бог оставил нам вот эти послания, деяния, чтобы дать нам образец, какой должна быть церковь, чем должна обладать церковь, насколько Христа должно быть больше в церкви. И вот мы, как церковь 21 века, если мы желаем стать церковью и делать то, что Бог желает делать через нас, то мы должны уделить время, чтобы прилежно изучить вот этот пятидесятнический образец первой церкви. Понятно? И мы не можем удовлетворяться ничем меньшим, как мы должны искать вот этого посвящения и труда, который пребывал в первой церкви. Иначе мы не сможем распространить весть о Христе повсюду. Наша Евангелие будет непродуктивным. Дерево может расти только, если оно пребывает на корне. Если нет вот этого корня, дерево бесполезно. Оно не будет приносить плоды. И пробуждение, это правда, мы должны молиться в церквях о пробуждении. И оно может прийти только тогда, если мы возвратимся вот к тому образцу первой церкви, которая в самом начале образовалась. То есть, окончание всегда, оно показывает на начало. Начало показывает на конец, но конец всегда показывает нам на начало. Поэтому единственное, если мы хотим распространить Евангелие в этом поколении, а сами мы не сможем, оно заключается в церкви. И в церкви такой, которая знает, что такое пятидесятница. Церковь, которая в духе, которая наполнена духом. И великое поручение о спасении всех людей, проповедь Евангелия до края земли, оно было дано вместе с пятидесятницей. И исполнение вот этого великого поручения, которое дал Христос, оно зависит целиком и полностью от пятидесятницы. Когда пятидесятница я говорю, я говорю об исполнении святым духом. Итак, вот это вот поручение, проповедовать Евангелие до края земли, это пятидесятническое поручение. И оно может быть совершено только церковью, которая исполнена святым духом и обладает силой пятидесятниц. Все, другого способа нет. Мы хоть что можем придумать, другого нет. Теперь, нам как церкви нужно вернуться к тому месту, где была дисциплина ранней церкви. То есть нам нужно посмотреть на то, вернуться в то состояние первой церкви. И что происходило? Эта первая церковь, они были движимы святым духом и смогли совершить то, что в другое поколение не могло совершить. То есть они приобрели, благодаря силе святого духа, свое поколение. Все свое поколение. И еще одна вещь. Церковь Пятидесятницы не была залогом того, что только совершил Бог. Но это и было также откровением, что Бог сделает. То есть не только это было, но и это сделает Он. То есть если церковь станет тем, чем Бог желает ее видеть, Он пошлет свою силу. То есть первая церковь также для нас является откровением, чем церковь должна быть. И вот Пятидесятническое состояние, или состояние исполненного святого духа, это единственное, что Бога удовлетворяет для того, чтобы излить свою силу и могущество. Поэтому мы должны вот к этому стремиться, мы должны к этому идти. И мы должны желать этого. И первое мы должны понять, что сошествие Святого Духа сошло, или Дух Святой сошел на приготовленных людей. Они были приготовлены. И если мы хотим получить ту же самую силу, которую получила Первая Церковь, мы должны приготовить себя. То есть что значит? Это значит оставить все то, что препятствует Святому Духу. Это значит опустошение самих себя. Это очищение от грехов наших, оставление каких-то тайных грехов. Это подразумевает жажду, богоискание, полная отдача Господу, смена приоритетов в жизни. И вот мы должны также и уяснить основные элементы процесса вот этого приготовления Церкви к исполнению. Первое было призвание. Второе было отделение. То есть Бог их призвал и потом отделил. И Он отделил их от обычных интересов жизни и притязания. То есть освободил их разум, освободил их мысли, освободил их сердце. Это принцип, который лежит как бы во главе Первой Церкви, жизни. И если мы хотим быть служителями Божьими, исполненными в силе Святого Духа, то этот принцип также должен быть и в нашей жизни. Авраам, Моисей, Иосиф, Давид, Илья. Эти люди все были призваны. И они были отделены от обычного своего окружения жизни. Мы это видим точно. Очень часто это происходит через гонения, через страдания какие-то, через лишения. Чтобы вот этот сосуд, он в конце концов остался один наедине с Богом. И все. И через это, когда ты один на один остался с Богом, через это Бог призывает тебя и отделяет тебя для какого-то служения. Понятно, да? Но мы очень часто, живя вот этой жизнью, мы как бы тратим время впустую. И мы суетимся больше. И вот это нас удаляет, наоборот, удаляет от Бога. Первые люди, первая церковь, и вот те известные мужи Божьи, женщины Божьи, они могли слышать голос Божий. Они были способны меняться. Вот, например, апостол Павел, он три года в пустыне провел. Мы можем видеть это. Но его слово, его проповедь, оно изменило мир. И мы читаем его послание. А Иисус призвал первых учеников. Он призвал их и говорит, оставьте все. Помните, они там спорили. Он говорит, даже от себя самого отрекитесь. Отречься от себя самого. И от всего того, что другие считали совершенно законным и безобидным, он говорит, откажитесь. Помните, там споры были. Если мы откажемся там и от друзей, там, помните, спор у них там такой был. И Христос им говорит, приобретете еще больше. То есть, вот эта вот вещь, она присутствовала, Бог отделял. На протяжении трех лет он отделял этих учеников посредством общения с ними, разговоры вел с ними. Он говорил, учил, наставлял их. То есть, он готовил их к пятидесятнице. Он позволил им быть свидетелями всего того, что он совершал. Они видели то, что он делал, вы представите. Но так же он и обличал их, и наставлял их. И он выдавил с них все эмоции, обиды, желания, вот эти плотские человеческие. Что он делал? Что делал Иисус? Он их подготавливал, чтобы они были преемниками и каналами Святого Духа. То есть, он готовил их к пятидесятнице. Он разделался со всей глупостью в их жизни. Помните, они там делят, кто по праву, кто по левую сторону. Он начисто разделался с их амбициями. Апостол Петр там, да я пойду за тобой. Между ними были отношения. Он и эти отношения все их привел в порядок. То есть, он приготавливал их, чтобы они были каналами, через которых он и зальет свою жизнь. И принесет это пробуждение. И другого, братья и сестры, ответа перед нами нет. Если мы хотим, чтобы Дух Святой изливался через нас, то он должен иметь канал, через что он будет изливаться. И он не может и не будет истекать, сходить через глупость. Мы должны быть приготовлены к этому. Не важно, что делают другие люди там. Нам, как церкви, нельзя это делать. Он отделяет нас для себя самого. И вот первые последователи Иисуса, первая церковь, посмотрите, они стали, и они остаются Божьим образцом для Его церкви. Другого образца нет. Они отображают Божий замысел для церкви Его. Нам сегодня, нам показывают. Вот в этом мире люди сейчас любят расслабиться. Но даже, я про церковь говорю, иметь желание много иметь. Вот такое, даже в церквях такая атмосфера. И все это для верующего затмило возможность, чтобы Святой Дух излился. Они не желают оставить все. Когда начинаешь говорить, оставьте все ради Иисуса. Деньги, если являются первым интересом в жизни, они для человека являются Богом. И тогда невозможно стать Божьим каналом. Если семья для тебя является номером один, она является для тебя Богом. Это невозможно стать Божьим каналом. Видение Пятидесятницы и церкви первого поколения. Она должна возродиться вновь. И мы можем быть обладаемы Богом. То есть Бог может нами обладать. Если мы с готовностью оставим все, что Бог попросит нас оставить. Если мы будем искать этого великого Бога, нашим сердцем, нашей душой. Но мы не можем оставаться вот... Иначе никак. Иначе все теряет смысл. Бог хочет исполнить нас Святым Духом. Для этого мы должны отдать себя самих Ему. Служить Ему. Вот мы можем действовать так, как мы хотим. Но лучше, когда мы говорим, Господь, Ты действуй, как Ты хочешь. Ты горшечник, я глина. Формируй меня. Лепи меня, как хочешь. Делай из меня, что хочешь. Но Бог не может этого достичь, если ты наполнен этим миром. Опустошенный ты должен быть. Оставить. Придай полностью себя Богу. Мы об этом читаем. Это было с Первой Церкви. Знаете, как пишет псалмопевец, сверши во мне, Господи, замысел свой. Удали, Господь, всю мою сущность. Наполни Собой. Исполни меня Твоим Духом. Вот наша молитва должна быть такой. И пусть все увидят Твою славу во мне. Пусть люди, глядя на нас, увидят Христа во всякое время. Живущего во мне. Вот об этом. Вот просто возьмите из присутствующих 10 человек. Просто отделите их. Вот. И эта страна, вся страна услышит голос с небес. Вот достаточно 10 человек в любом месте этого мира, которые придут вот в такое состояние, и мир, он услышит о Христе.